И снова здравствуйте, всем привет! Итак, значит, женских персонажей очень мало на Диком Западе пока. Нужно ещё понаделать детишек, понаделать каких-нибудь пару хотя бы женщин, чтобы ходили там, что-то создавали, что-то там торговались или ещё что-нибудь. Или хотя бы находились в Солунию вместе с танцовщицами. Вот. Значит, взял я вот этого персонажа, это, значит, мать Робинзона Круза, и решил её переделать под Дикий Запад. Вот так она выглядела, и вот такая у неё была роль. Так, вот теперь хочу её переделать, да, она, в принципе, страшновастенькая была. Ну, я тут чуть-чуть её подкрутил, думаю, может, кому интересно будет, что с этого персонажа может получиться, да. Ну, значит, как всегда, эталон, это Анжелина Джоли. И вот самое интересное, что она, в принципе, подошла. Да, я чуть-чуть тут челюсть приподнял, он тут маленький был, да. Ну, шея чуть-чуть можно поднадуть, не суть вопроса, там будет волос. Так, что у нас по ушам? Ну, по ушам, так, если мы вот это всё дело подвигаем, то у нас тут ухо нужно ещё немножко, значит, сдвинуть. Ну, ухо тут, в принципе, не самый важный такой вариант. Сколько важно вот эту вот скулу. Во. Shift-Z. Ну, короче, получилась вот такая пока шляпа. Сейчас мы это дело всё подкрутим, подвертим, подтянем. Ну, что-то по картинке ухо у неё как-то далековато. Так, я, наверное, его верну пока. Ну, тут оно ещё куда не шло, да. Ну, в принципе, не столько важно ухо, сколько черты лица. Сейчас всё это дело попробуем, значит, подкорректировать. Так, Alt, левая кнопка мыши немножко тут подкрутим, подвертим, тут подведём. Немножко обрежем, немножко сгладим. Ну, короче, вот такая штука, да. Тут нарисуем, значит, мочку уха. Чуть-чуть дооформим челюсть. Так, пока под набросочек, да. Так, здесь у неё идёт скула. Так, ну, здесь висок, понятное дело, да. Так, это дело мы пока сгладим и немножко. Вот, с одной стороны, хорошо вот это вот переделывать. Ну, как бы уже есть персонаж, болванка. Но, с другой стороны, что эта болванка тянет за собой именно, ну, как сказать, её полностью переделать нельзя. Она за собой будет тянуть постоянно какие-то детали её родные. И как бы вы ни старались, ну, убрать их, вроде бы убрал, смотришь на неё, всё равно она напоминает Йенту гражданку. Ну, ничего, для мультфильма, в принципе, пойдёт, а времени много столько понаделать, значит, персонажей тоже нет. Ну, вот, приходится как-то ускорять процесс, чтобы хотя бы какую-то наработку сделать, значит, для персонажей. Так, давайте ещё вот так вот фейс лица и поотгадаем. Ну, гражданка, в принципе, я, наверное, с неё и лепил. Ну, опять, чётко всё подходит. Единственное, ну, скулы. Единственное, скулы, что, значит, рот открытый, и поэтому, видите, они не стыкуются. Вот рот закроется, и, в принципе, будет хорошо. Ну, для покраски давайте, для покраски будет всё зашибись. Так, где у неё там вообще нижняя губа? Ого, так она и рот закрыта. Ну, ничего, не суть вопроса. Зет, улучшаем внешний вид, выбираем кисточку стандарт, и сейчас мы этой гражданке, ну, повезло, чё там говорить. Повезло, значит, этому предпринимателю. Вот такая деваха ему попалась. Попадётся, точнее, да? Так, давайте чуть-чуть тут шиф-зет. В принципе, я и по носу попал. Немножко его вздёрнуть. Так вот, тюк. Шиф-зет. Тут у неё нормально. Тут у неё потоньше. Ну, в принципе, черты лица чё, попали, да? Глаза сейчас мы подкрасим. Губы. Губы обязательно. Это вся фишка в них. Так, значит, С. Во рту этом, а, продоньте, Ctrl-Z. Переключиться. Значит, С. И тут С. Значит, подкрасим. Тут чуть-чуть уменьшим. Ну, что ж. Так, ну, здесь я уже, как говорится, от себя, да? Не буду я картинку там подтягивать. Ну, как бы от себя. Так. В принципе, ну чё. Попало. Теперь нужно вот это дело, всё МЦ, закрасить именно в нужный нам цвет. Ну, а дальнюю, в принципе, ухо и не надо красить. Чё нам ухо? Чё нам дедушка? А где он у тебя спит? Там, говорит, на коврике. Так. Ну, в принципе, чё. Цвет её нормальный. На Дикий Запад сама то. Она, наверное, где-то долго ехала. Ну, там, чё-нибудь. В принципе, её одна история. Это, что она должна показаться пару раз, допустим, у нашего этого предпринимателя. Я не знаю, вообще нужна ли она. Ну, допустим, будет у них там сидеть они где-то, да? Там, за столом, там, ещё где-то. Ух, ух, ну, это не мадам эта. Мамаша у Робинзона Круза была шикарная. Чё там? Чё там говорить? Была хорошо придумана ля какая деваха. Ух, тут всё подкрасим, там, подбелим. Тут, в принципе, нормально. Так, Ц. Пойдёт. В принципе, это нормально. Так, что у нас получается? Да прямо, Неджели, Неджели. Так, волос у неё нормально, пышный. Ну, там, на Диком Западе тоже парикмахеров, как таковых, наверное, не было. Так, вот единственное, что я хочу, наверное, всё-таки габариты гражданки уменьшить. Это, значит, мофта Полоджи. Так, и немножко талию. Или талию опускай, потом ещё лучше тогда в Блендер это всё дело будет. Так, что тут такое не выбирается? Ничего. Делаем теперь вот этой штуке Dynamesh. И она превращается в дыры, да? Вот это тоже не есть гуд. Видите, я её уменьшил, чтобы потом она нормально оделась на персонажа. Ну, я тяну, там есть ещё какие-то полигруппы, которые потом тянутся. Вон, видите, да? Ну, в принципе, пойдёт. Так, а ну-ка. Полигрупп-то как таковых нет, а вот что-то за собой тянет. Ну, посмотрим, как примут кости это дело, да? Так, это, значит, тут чуть-чуть потоньше. Ага, вот, видите, что уже идёт наложение. Наложение как проверить? Так, не дисплей, дубликат. Мы видим, что, опа, включая дубликат, у нас появляется ещё один слой. Вот такая штука. И вот это вот порывы, порывы. Они будут вылазить. Как это дело устранить? Давайте попробуем сделать деформацию. Делаем инфлат, потому что стенки тонкие. Делаем геометрию, делаем побольше дайна-мэш. Так, делаем побольше дайна-мэш. И получается у нас, видите, толсто вот это. Ну, в принципе, верхняя часть может быть и толсто. Вот. Это нормально. Вот эта вот штука. Потом её там, если что, можно подтянуть. А вот юбка, юбка должна быть тонкая. И давайте на примере вот этого, значит, верхнего вот этого типа блузы, да, покажу, как всё это дело делается. По прошлым роликам, ну, наверное, многие не смотрели, может, кому-то ещё не надо, сделана склейка. Нам теперь что понадобится? Нам понадобится сделать вот этой штуке, Ctrl-W, одну полигруппу. И теперь вот это всё дело, так, ну, желательно, наверное, Shift, левая кнопка мыши, всё скрыть и попробовать вот так всё это дело замаскировать. Пока маскируем крупные части, чтобы, ну, с двухторон маскировалось. И Ctrl, вот так это всё дело. Не доходя до нижней кромки, её всегда можно вытянуть, но если вы её зацепите, нижнюю кромку, там будут такие нехорошие артефакты. И потом их очень трудно ликвидировать. Это, получается, придётся всё переделывать. Вот тут вот, оп, аккуратненько, видите, я уже зацепил вот эту вот боковую стенку. Такого делать не рекомендуется. Это Ctrl-Alt, очищаем побольше, ну, чтобы точно попасть. Ну, и вот так, чтобы белая кайма везде оставалась. Можно кисточку сделать поменьше и подойти поближе, значит, к этой кайме. Вот, где-то, ну, так, допустим, раз, ну, чтобы белая кайма, ну, не белая, она зелёная, ну, чтобы кайма оставалась. Вот, получается у нас вот такая заготовка. Теперь нам нужно сделать экстракт. Экстракт делаем на тонкую самую часть. Вот, раз, видите, это толсто. Мы уменьшаем наш ползунок. И нам нужна очень тонкая штука. Делаем ацепт. Верхнюю часть уже всё, мы её отработали. Делить можно удалить. И что у нас получается? У нас получается здесь несколько полигрупп. Видите, да? Нам теперь всё это дело нужно делать Ctrl-W. Ctrl-W. Одна полигруппа. Сделать, опять же, включенную симметрию. Заходим в геометрию, находим ZRMesh, Legation. Ну, можно на больших полигруппах, потому что потом будет развертка делаться. И потом будет уменьшаться ещё больше, ну, как полигонаж, да? Нам пока нужно сетку поменьше. Но объединённую. Итак, получилось у нас 19 тысяч полигонов. В принципе, всё нормально. На платье похожу? Похожу. Всё, там подправится. Она всё равно просто, ну, по-прощенькому будет сделана. Без больших деталей. Потому что там ещё я хочу в блендер, когда я её одену, платье будет отдельно, тело отдельно. И я хочу эту связку сделать и подтянуть потом поближе к телу. Значит, тут эти рукава и сделать её как бы уже под риг. Так, теперь нам нужно зайти в полигруппы, полигруппы и нажать в Group by Normals. Так, теперь делаем BATS. И ничего не происходит. Значит, полигруппы и джи. Это нехорошо. Полигруппы и нажать назад. Вот, раз. И убралась, значит, одна часть. Вот, что у нас происходит, да? Вот здесь у нас порыв. И внутренней части мы не видим. Так, значит, вот когда я тяну, произошла вот эта гадость. Так, это значит, на внутренний полигон нажмём. И делаем Geometry, Modify Topology, Delhidden. И можно нажать Close Holds. Так, что у нас получается с Close Holds? Закрывается, видите, что нижние части, верхние. Нехорошо. Значит, так. Ну, делаем давайте опять Close Holds. Верхнюю закрыла, эту не захотела. Ну, тогда придётся поправлять. Есть такая фигня. Пробуем сделать. Опять же, делаем Dynamesh и повторяем операцию. Это вообще мало полигрупп. Делаем побольше. А то у нас платье вообще не станет платьем. Так. Ну, вот всё закрылось. Вот так всё будет открыто. Не есть хорошо. Так, делаем теперь Ctrl-Z. И делаем ещё больше полигрупп. Ифера. А она всё равно делает Ctrl-W. Так, ну, в принципе, если вот этот косяк есть, то его можно закрыть и, значит, в Edit Mode. Видите, сколько их там всякого. Так, делаем групп. И он всё равно делает, видите, Dynamesh. Значит, полигрупп автогрупп. И вот он творит чудеса. Видите, теперь будет постоянно маленькая полигруппа. Так, а что у нас тут с платьем изначально? Окей. Так, вот она, дырка тут уже появилась. Она уже была, да? Делаем Dynamesh. Убираем маску. Ctrl-Z. Начинает её рвать. Значит, повторяем деформацию. Делаем инфлату таких загонов. Очень много бывает. Редко, когда идёт, значит, всё нормально. Это, значит, опять же делаем Dynamesh. Так, и вот она не закрывается, вот эта штука, да? Ну всё, дырка, она и в Африке уже дырка. Подтягиваем. Натягиваем. Зажимаем. Повторяем Dynamesh. Выглаживаем. Вот, видите, дырки ещё есть. Это, ну, в смысле, не дырки, а отверстия, да? Ну, давайте их замажем. Так сказать, залепим. Так, поле F можно отключить. Так, и вот теперь, значит, повторяем вот эту штуку. Опять же, значит, маскируем вот эту часть. Многовато. Берём её где-то вот до сюда. Потом рукава тоже берём по краю. Кисточку побольше. И теперь вот должно получиться. Так, опять же, близко к краю не подходим. Геморно. Ну, а что делать? Нужно тонкую получить именно в The Brush. Потому что, ну, в Blender-то можно было смоделить, и всё было бы нормально. Там, если Solidify надувание не включаешь, то она один слой делает, да? Здесь она делает скульпт, и здесь она делает толщину. Поэтому у меня все модели такие, как бы, надутые. И теперь делаем повторно, значит, экстракт. Многовато. Ацепт. Сейчас я пока вот это удалять не буду, отключу. Так, и теперь что у нас получается? Геометрия, не геометрия. Геометрия, значит, полигруппы, байнормалс. Так, есть, удалили. И теперь, значит, в геометрии заходим в Modify Apology, делаем DLHidden. И вот смотрите, у нас внутреннюю часть не видно, да? Заходим, опять же, в Display и находим дубликат. Всё, видите, внутри чистенько, всё тоненько, всё хорошее платьице. Так, ладно. Что мы теперь делаем? Возвращаем всех наших вот этих деталей и видим, что она теперь, ну, в принципе, нормальная. Вот эту вот нужно теперь удалить, Delete, ОК. Так. Эту можно теперь, значит, оп. Оп. Вздёрнуть, опустить и вытянуть. Подтянется тут грудастая такая мамзель. В принципе, всё нормально. Тянуть пока я её не буду. Так, юбка уже так же точно сделана, тонкая, да? Так. Значит, персонажка у нас покрашенная. Тут она какая-то белая. Ну, ладно. Анджелина Джоли всё-таки. Так. И вот тут вопрос. А надо ли ей глаза? Видите, если вы так смотрите, она нормально, глаза у неё смотрят. Ну, раз, если я буду вставлять глаза, нужно это всё дело. Значит, C. Переключаемся на кисточку Стандарт. Так. И, значит, глаза закрасим. Так, хорошо. Мадам вроде бы шикарная. Так, что тут можно сделать? Может, тонаж ей засобачить от себя? Так, раз. О, пойдёт. Так, руки есть. И вот теперь по платью. Что у нас будет с платьем? Так, юбка. Ну, чтобы тоже... Ну, у неё бёдра большие. И зад такой большой. Ну, всё-таки жена олигарха. Ему хры-бухры. Так, ладно, пойдёт. Так, теперь каким же цветом выбрать ей платье? Вот тут тоже вопрос. Там. Так, ну, давайте платье пускай будет, не знаю, зелёное. Да, пусть зелёное будет. Значит, Alt. Такая светло-зелёная полностью. Так, это верх будет такой светло-зелёный. А юбка будет у неё... Так, Ctrl Z. Ядовитый, да? Так, а юбка какова? Может быть зелёный. И можно... Можно коричневого чего-нибудь, да? Какого? Хрязно-коричневого. Оп. Потому что они же там по пыли, по грязи ходят. И, в принципе... Чёток, наверное, да? Так, ну и чё-нибудь впереди тут намалюем. Вот здесь, ну, чтоб... Вот так вот было как-то. Раз. Оп. Как бы ободок какой-нибудь. Надеюсь, не чё-то, да? У меня с покраской, я говорю, вообще как вот бабу красить, так или цвет там платья. Ну, дикость для меня. Мужику чё-то. Серенькие штанишки, чёрненькую курточку, белый волос, глаза немного шалевшие. И всё. Оп. Борода, усы, бакимбарды. И пошёл уже готовый персонаж. С этими у них тут финтиклюшки какие-то там. Хренатень всякая, короче. Так. Ну, давайте эти финтиклюшки насобачим. Так вот. Поменьше вот эту. И попробуем вот отсюда. Так-так-так-так-так-так-так. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Ну, что-нибудь ей такое навертеть. По мультяшному. Не надо там прям, чтобы прям реалистично было. Ну, какие-нибудь переплётики такие. Оп-оп-оп-оп. Всё. Нормально. И вот эти же переплёты есть. Ну, давайте чуть-чуть какого-нибудь другого цвета добавим, да? Это уже на покраску ставим. И, значит, вот этот. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ну, по ихним меркам, если дикий запад, да не считай. Ну, это вообще красота, наверное, у них там считает вот эту штукатинь. Так, цен. И чуть-чуть такое где. Подправим. Где не залезли, докрасим. Не вопрос. Так. Всё. Всё. Нормальная деваха. Какие-то уже можно детали там уплотнить, добавить что-нибудь в блендер. Ну, я думаю, нормально. Так, выбираем, значит, что? Так, по волосу. Вот, по волосу. Ну, в принципе, мне... Ох ты, вылез ты. В принципе, волос меня этот устраивает. Так. В принципе, волос пойдёт. Волос будет тёмный. Давайте посмотрим насчёт волоса. Она была чёрная. Ох, ё, не. Ну, блондинка тоже она не может быть. Серая такая. Пойдёт. У него тоже там под глазами синяки. Он то ли нарик, то ли чёрт его знает. И так, получилась вот такая мадам, значит, после развертки. Так. Так, теперь надо её немножко подогнать. Выбираем нашу вот эту майку. Так. Находим скульпт-мод. Ставим на симметрию. Так. F английская. N панель. Screen cascade. Чтоб вы увидели, что я буду нажимать. Так. И погнали. Всё это делаем. Ну, немножко, да? Чуть-чуть. Под нашу героиню чуть-чуть подправимся. Так. Раз. Так. А ну-ка. Так. Там где-то зад прикроем. Там. Хоп. Здесь у груди чуть поменьше. Там рукава чуть-чуть задерём. Чуть-чуть их локоть направим. Чуть-чуть спину подкорректируем. Вот так вот, да? Так. Смотрим, что тут такое. На, видите, подкрашивать что-то тут. И тут что-то. Цвет какой-то наложился с гражданки, с персонажки, да? Так. Заходим в object mode. Так. Выбираем теперь юбку. Так. Продоните. Скульп-мод. Опять же ставим симметрию, тянучку. Ну, и немножко оттуда её. Так. Так. А тут что у нас? Control Z. Что-то тоже какой-то артефакт. Control Z. Ну, ничего. Сейчас всё подправим. Это не вопрос. Так. Тестим. Заходим, значит, в edit mode. Дыр нет. Видите? Это, значит, в текстуре проблема. Текстурку. Сейчас подправим. Текстура paint. Так, 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 так. Что у нас тут? А тут вроде бы как яма. Не поймёшь. Так. S английская. Что-то тут. Ой-ой-ой, как непонятно. А ну-ка, зайдём в edit mode. Английская. А. F. И какие-то стали ёбжики. Control Z. Ну, ладно, не суть вопроса. Главное, её перекрасить, да? Так. Вот это что за полигон? Это какой-то внутренний, да? Ну, да. Всё-таки наложи весь полигон. Вот этот внутренний. Ну, ничего. Не суть вопроса. Главное, спрятать наши вот эти недостатки. Сейчас посмотрим, как она ещё привяжется. Юбка. Так, если с кителем вот этим я вроде бы поработал. Так, а ну-ка. Ну, вот. Артефактов нет. Ну, вот видите, да? Вот этот пупок. Вот этот пупок. Это полностью, значит, внутренняя часть. Вот этой штуки. Юбки. Так. Смотрим, что у нас с этой штукой. А ну-ка. Находим, значит, текстуры Paint. Выбираем S. Закрашиваем. Она тут сейчас потянет передние части какие-нибудь, наверное. Да нет. Всё нормально. Так. И вот эту тоже S английская. Так. Ну, вот. С этой блузой нормально. А с юбкой надо бы ещё немножко подкорректировать её. Но не суть вопроса. Так. Так, значит, что. Заходим. Текстуры Paint. И, значит, сохраняем нашу развертку. Save As. По-новому. И, значит, теперь. Выбираем юбку. Текстуры Paint. Заходим. Выбираем. Ну, тут, в принципе, ничего такого не нарисовалось. Так. А ну-ка. Нормально. Отправилась, да? Save As. И заходим. Выбираем нашего персонажа. Vertex. Vertex Group. И, значит, всё это дело Apply. Смотрим. Опа-на. Видите? Юбка надувается. Нога пролазит. Сейчас будем опять это решать, как по прошлым разам. Так. Теперь. Выбираем наши кости. Выбираем. Значит, Weaport Display in Front. Заходим в Post. А, pardon. В Edit Mode. E. Alt P. Clear Parent. Вытаскиваем косточку G. Подставляем на нижнюю челюсть. Ну, она что-то может там будет говорить мужу. Шеи в D. Подставляем это дело сюда. Тоже чуть-чуть подправляем, корректируем. И оставляем в таком положении дополнительные кости. Я вставлять ей не буду. Потому что у неё столько нет задач. У неё задача, возможно, где-то появиться, пройти. Или там... Ну, если она будет потом ещё кем-то. Ну, с такими габаритами навряд ли. Это или какая-нибудь доярка, или... Ну, можно и юбку переделать. Платье перекрасить. Фартук какой-нибудь добавить. И, в принципе, для массовки, может быть, и пойдёт. Так. Что ещё хотелось бы? А, в принципе, ей больше ничего и не надо. Перевязываем кости. Ctrl-P, White, Automatic, Widget. Теперь к этим костям, вот, выбираем, значит, верхнюю челюсть и косточку. Заходим в Post-Mod. Ну, всё по прошлым роликам. Ctrl-P. Это будет Бон. Заходим, выбираем нижнюю косточку. К нижней челюсти вяжем Post-Mod. Ctrl-P. Бон. Выбираем ей глаза и кости. В Post-Mod и вяжем к голове. Ctrl-P. Бон. Так. Смотрим. Ну, чё, неплохо танцует. Но только что нам нужно сделать? Убрать ей ноги. Так. Сто. Тридцать девять. Точка. Так. Теперь. Значит, что можно сделать? Сохраняем вот эту анимацию. Save. И теперь пробуем, значит, зайти в Object Mode. H. Скроем нашу, значит, юбку. Зайдём в Edit Mode. Так. Ставим рентген. И удаляем. Да прямо так и удаляем. Delete. Вертексы. Object Mode. Alt. Alt-H. Возвращаем юбку. Выбираем всё вот это. Как даже вот нашу персонажу. И делаем Ctrl-P. И уже в White Automatic выжжет. Вы видите, что юбка уже надувается мягче, лучше, без затяжечек почти. Но её, конечно, видите, внутренние полигоны. Вот. Вот они. Это что-то там осталось. Нужно юбку чуть-чуть переделать. И потом, когда она будет стоять вот в такой вот позе, чуть-чуть, допустим, пробуем её уплотнить. Заходим, выбираем юбку. Заходим в Sculpt Mode. И вот так её раз. Так, ну здесь не надо. Поближе вот эту часть ставим. Оп. Ну, это только для танца, в принципе. Для походки там. Такого не надо будет делать. Так. И вот юбка уже меньше, видите, да? Ну, допустим, где-то на празднике у олигарха она там будет высекать. Ай, асосай. Ай, ай, ай. Ау. Так. Вот видите, что здесь, опять же, получается, что грудь вылазит. Ни суть вопроса, ни проблема. Ставим на 40-й кадр. И, значит, удаляем модификатор. Выбираем, значит, нашу блузу, наши кости Ctrl-P, White Empty Groot. Выбираем нашу блузу, выбираем дата трансфер и вяжем ее иначе. Вертекс. Вертекс группа Apply. Вот, видите, грудь уже не вылазит. Уже все зашелись. Залатная девчуха. Так, теперь нам понадобится, давайте закроем ей рот. Вот, зайдем, выберем кости, зайдем в PostMod. R. Тут придется немножко G. Так, ну это не этот, как он, не Клаудия Шифер. Почему? Потому что нужно выбрать теперь. Так, вот у этой кости, видите, анимации нет. Ее нужно прописать. И, все, теперь она будет с закрытым ртом постоянно танцевать. Но, нужно зайти теперь в Object Mode, выбрать нашу персонажку, выбрать скульпт-мод. Вот, мне не нравится, у нее тут сапатка. Оп. Все, теперь вроде бы пойдет. Опустим ей немножко челюсть. Надуем ей немножко скулы. Вдаем ей немножко там где-то. Чуть где-то что-то можно приподнять, где-то сузить. Словом, мы ее можем корректировать. Как нам угодно. Так, рот. Оп. Зачем ей такой большой, да? Ну что, в принципе, она симпотная. Что там говорить? Симпотная, заводная. Оп-па. Асса. Только нужно юбку чуть-чуть переделать. Внутренние полигоны убрать. Или просто сделать другую. Так, раз. Но здесь, видите, ноги перекрещиваются. И получается, что шикала так нет. Но это тоже не проблема. Это можно, значит, зайти, добавить шипки. И поставить на вот этот ползунок до прибора. Зайти в скульпт-мод. И немножко делов-то. Оп. Не такое исправляли. Так, ну так даже будет симпатичней. Так, здесь где-то колено. Вот так, да? Отметим. Оп. Оп. Она, оп. Ну, срандель тоже полюбасу. Эти бедра у нее тут не закрыты. Чем гордится весь народ, того нету. Значит, тут-то. Ну, вот так. И пропишем и. Оп. Потом она начинает танцевать. И это мы делаем. Хопа. Убираем в ноль. Здесь мы это дело тоже можем в ноль. Здесь мы в плюс. Здесь мы. А ну-ка в ноль. Как тут у нас уже. Она еще танцует. И здесь мы убираем в ноль. Опа. Ну что, неплохо. Не знаю, для чего она нужна. Ну, вот. Сделал. Может, не под эту. Конечно, не под эту анимацию. Но постоять где-то для массовки. Где-то что-то сказать. Там. Посидеть, допустим, где-то в этом. В кафешке. Или как. Где они сидят там в кабинете. Обсуждают. Как они будут обворовывать, допустим, бедных индейцев. Да? Ну, как вариант. Так. Давайте попробуем к этой гражданке. Я вот на всякий случай это все сохраню. Save As в плюс. И, значит, попробуем включить. Жена по нолям. Если у вас пропала, значит, вот эта вот текстура. Не беда. Заходим. Extract Date. Fint Messing. И вот с этой папки жмем. Что у нас получается? Нифига не получается, да? Значит, заходим сюда и находим нашу текстурку. Так. Не в ту папку зашел. Значит. Extract. Fint Messing. Находим. Brooms. Cold. Почему Cold? Жена БМП. ПМГ. Не захотел ее находить. Так. Глаза. Что у нас с глазами? Находим глаза. Жена промышленника. Так. Печально. Куда-то все поулетало. А ну-ка. Жена промышленника. Все пойдет. И надо это все дело, когда его подключили, еще раз сохранить. Save. Следом закидываем сюда, значит, импорт. FBX файл. Находим, где он находится. Так. Что тут еще? DrunkValk. Давайте посмотрим, как она будет пьяная ходить, да? Так. Это вот такая вот анимашка. Значит. Что делаем? End панель. И меняем вид костей. Потому что на том персонаже поменены. И надо поменять. Выбираем. Выбираем End этого персонажа. End панель закроем. Вот кости этого персонажа. И через shift кости этого персонажа делаем Ctrl L. Сочетание клавиш Link Animation Date. Так. Вот этого персонажа мы теперь можем удалить. И вот пошла я на разборки. Так. Ну тут. Юбку я все-таки сейчас переделаю. Ну что это такое? Грань ее ломает. Не по-детски. Юбку сейчас надо будет переделать. Так. И что? Так. А ну-ка. Куда пропали наши. Вот эти фреймалы. Видите. Тоже есть какая-то хрень. Какой-то сбой. В постмод. Английская. А видите. Это все будет. Это 91 кадр. Заходим в блюкнот. Вот гражданка возвращается с пьянки. Ну в принципе что. И неплохо она себя ведет. И сбоку смотрится. Согласитесь. Только ноги опять же убрать. Чтоб юбку так сильно не тянуло. И все будет нормально. Так. Смотрим как она будет без юбки ходить. Ничего таки. Я ее оттрою. Не. Ну че. Мормально же. Да? Ух. Высокие голеня. Можно колени конечно пониже опустить. Ну в принципе нормально. Эхо. Давайте на заставку это дело пустим. Ну словом вот такая вот гражданка. Альт Аж. Можно сделать ей значит. Сейчас вот посижу и сделаю другую юбку. Не знаю для чего ее использовать. В принципе. Черт тебя знает. Ну. Прикольно хоть поржать так. Не. Ну может куда-нибудь для массовки вдаль. А ну-ка. Ну в принципе че. Там где-то вдаль. На задний план. Может просто стоять болтать допустим. Почему. Зачем ей ходить то. Когда она может там раз с кем-то ругаться. Там еще что-то там. Или что-то покупать. Ну. Не знаю какая у нее цель будет. Штанишки надо. И тоже можно сделать. Репетузы. Ну словом такая гражданка. Все. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...